Всем привет, дамы и господа! Сегодня компания Honor наконец-то представила свой первый независимый продукт, а именно флагманский смартфон Honor V40. Основную ставку производитель делает на систему камер, стильный внешний вид и продвинутый дисплей. Но обо всём по порядку. Сегодня мы расскажем вам всё про этот смартфон, разберёмся, будут ли на нём гугл-сервисы и когда он появится на мировом рынке. Ну что ж, погнали! Ну что ж, начнём. В корпус аппарата, выполненного из матового стекла и металла, вписана система из трёх камер, основой которой стал сенсор на 50 Мп, дополняемый 8-мегапиксельным шириком и 2-мегапиксельным макромодулем. 93% передней панели занимает скруглённый на боковые грани OLED-дисплей на 6,72 дюйма с частотой обновлений изображения в 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя в 300 Гц. В левом верхнем углу дисплея расположился вырез фронтальной камеры, которая, несмотря на двойное отверстие, одинарная. Дополняет её сенсор цветовой температуры, улучшающий качество селфи-снимков. Не уверен, что стоило это делать, всё-таки выглядит эта фасолинка немного некрасиво. Но это дело компании Honor. Идём дальше. Как ни странно, Honor V40 базируется не на Kirin 985, а на достойной зарекомендовавшем себе чипе Mediatek Dimensity 1000+. Быстрая 66-ваттная проводная зарядка способна зарядить батарею на 4000 мАч всего за 15 минут до 60% и за 35 минут до 100%. Ну и приятным дополнением к этому стала беспроводная зарядка на целых 50 Вт. К другим фишкам девайса можно отнести пару независимых вибромоторов для лучших ощущений от игр и стереодинамики. За безопасность отвечает подэкранный сканер отпечатков пальцев и система распознавания лиц. В качестве операционки используется Magic UI 4.0 на базе Android 10. И скорее всего в глобальной версии этого смартфона будут Google сервисы, потому что компания Honor была официально продана и теперь не имеет никакого отношения к компании Huawei. А значит Google сервисы возвращаются на смартфон Honor. Круто же, да? На китайские прилавки Honor V40 поступает уже сегодня, то есть 22 января, в двух конфигурациях. С 8 гигабайтами оперативки и 128 встроенной, и с 8 гигабайтами оперативки и 256 встроенной. С ценниками в 3599 и 3999 юаней соответственно. Цены в долларах сейчас появятся на экране. Смартфон доступен в трех цветах. Черный, титановый серебристый и розово-золотой. Хоть сроки релиза за пределами Китая и пока озвучены не были, мы знаем на 99%, что компания Honor выпустит глобальную версию V40, и причем с Google сервисами на борту. И это однозначно хорошо. Чем больше конкуренция на рынке, тем лучшие гаджеты мы получаем. Да и Honor V40 это очень красивое, стильное и премиальное устройство. Вы только посмотрите на блок камер, он же выглядит просто потрясающе. Однозначно Honor V40 получился достойным аппаратом. Я надеюсь, что совсем скоро он приедет к нам в Россию. А вы что думаете про Honor V40? Понравился он вам или нет? И рады ли вы тому, что Google сервисы вскоре появятся на смартфонах Honor? Пишите в комментариях, давайте там и пообщаемся. А с вами был канал World of Gadgets. Всем хорошего дня и отличного настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok